Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я хочу провести обзор одной из комнат в моей квартире. Я ее называю цветочная комната, хотя там есть и другие вещи, помимо растений, да? Но там очень много стоит у меня ароидных растений, их большая часть. По квартире тоже стоят ароидные, но там их больше всего. Покажу название, расскажу немного о растениях, расскажу название, покажу немного растения, поделюсь с вами какими-то моментами, которые я заметил за этими конкретно растениями. Итак, я думаю сделать всю квартиру по частям, то есть по комнатам. Две комнаты, если немного растений, одна комната, если много растений. И потом сделаем полный обзор всей-всей коллекции обобщенной. Так что сегодня начнем с первой комнаты, да? Всем, кому интересно, оставайтесь со мной и приступим. Так, друзья, мы попадаем в коллекцию. Часть растений, как я уже сказал, большая часть ароидных стоит здесь, в этой комнате живет. Вот, и сейчас я вам все буду показывать постепенно, да? Каждое растение. Первое это рафидафора тетрасперма. Вот такое растение, чудесное, очень своеобразное. Похоже оно чем-то на монстеру, хотя монстера не является. Да, такие у нее резные листья. Растет она у меня на небольшой опоре. В свое время я ее ставил на лестницу, такую опору, как лестница. Но растет она достаточно медленно, поэтому я ей поставил такую более, вы знаете, менее явную опору, не такую заметную. Да, и пока она будет расти у меня так. Вот такая рафидафора. Есть новый рост, много листвы, красивое растение. Любит ее очень сильно трипс. Трипс это моя большая проблема, поэтому рафидафору я проверяю очень и очень часто на его наличие. Следующее растение это сансеверия асахи. Вот такая сансеверия, единственная сансеверия, живущая у меня здесь. Будет обзор у меня по комнатам, буду показывать еще большое количество сансеверий. Да, это живет у меня здесь, данная сансеверия. Очень красивый, на мой взгляд, сорт. Надо смотреть немножечко с высоты, вот так на нее смотреть. Красивая, яркая сансеверия. Здесь с утра получают небольшое количество света. Восточная сторона комната, вот эта вся сторона залита солнцем, поэтому им здесь комфортно расти. Следующее растение это вот такой антуриум кларинервиум. Тоже большой любитель, большая любовь трипса, как вы можете видеть на новом листе. Не уследил я, к сожалению, но он погрыз его слегка. Выдает тоже новые листья, чувствует себя неплохо, выглядит хорошо тоже. Красивое растение, в целом бархатистые у него листья. Приятные такие, вы можете видеть, да, у них такая текстура. Очень красивое, приятное растение. Мне он нравится, достаточно простой в уходе антуриум. А насчет трипса, это реально большая беда. Я живу на острове здесь, Гран-Канария. Это, кстати, хаппи-лив. Хаппи-лив стоит, вот и вот трипс, слава богу, не ест. Вот такой тоже красивый хаппи-лив. Был он своё время на опорке, но я решил его держать всё-таки ампелем. Да, вот такой вот хаппи-лив здесь живёт у меня. Хаппи-лив. Так вот, да, говоря о трипсе, большая проблема. Постоянно он залетает, невозможно закрывать окна всегда. Смотря на то, что у меня стоит очень мелкая сетка из органзы, всё равно он мудряется залетать. И мне приходится постоянно проверять растение. Буквально сегодня я снова проверял, и на одном растении я опять его нашёл. Уже четвёртый раз за лето. На этом же самом растении я вам покажу дальше. Здесь у меня живут черенки Эпипремно-Магрин-Глоб. Тоже в своё время я его купил в очень плохом состоянии. Практически убитое растение, залитое на распродаже, так сказать, со скидками. И я его сразу начеренковал. Черенки проросли в воде. Их, вы можете видеть, я их всех посадил в один горшок. Здесь они живут. Пошёл первый рост. Относительно небыстро пока растущее растение. Но ничего, разрастается, постепенно разрастается. Следующее растение – это вот такой Эпипремнум Энджой. Называется данный сорт Эпипремнума. Эпипремнум Энджой. Вот такое тоже красивое, достаточно простое растение. С красивыми кремовыми листьями. Тоже растёт с средней скоростью. Очень приятная такая лиана. Я его тоже держу в ампельной форме. Следующее – это Эпипремнум Марбл Квин. Тоже красивое растение. С яркими такими пёстрыми листьями. Вы можете видеть чем-то напоминающий мрамор. Марбл по-английски – это мрамор. Мраморная королева. Вот такое вот растение. Эпипремнум тоже. Здесь они живут у меня на этой полке. Потихонечку отращивают свои фудлианки. И вот так выглядит вся эта полочка. Цело. Опускаемся ниже. Здесь у меня стоит Спатифилиум. Спатифилиум Даймонд. Мой единственный Спатифилиум. Очень мне нравятся его листва. Были сомнения по поводу его названия. Кто-то говорит, что это Джимини, Даймонд. В общем, всё это отличается, как мне объяснила моя подруга, только единственной, так сказать, мятостью листья. Вот у этого конкретно листья достаточно мятенькие. Такие вы можете видеть. Да, их текстуру как жмаканные. Тоже много посажено растений в одном горшке. Вы видите, некоторые листочки прям выходят практически белые. Красивое растение. Недавно он цвело. Оно цвело, это растение. Видите, здесь точка цветоноса осталась. Ещё высыхает. Чуть подсушивает кончики периодически. Не знаю, как с этой проблемой бороться. И можно ли с ней бороться. Мне кажется, он у всех, любой спатифилюм, подсушивает кончики. Молодые листья нет. Но вот чем старше они становятся, потому что ему уже примерно год, как он у меня живёт, спатифилюм. Хорошо он подрос, но вот листики, кончики подсушивает. Следующее растение – это филодендрон биркин. Вот такой вот биркин. Тоже красивый филодендрон. Мне он нравится. Листья у него интересные, как вы можете видеть. Интересный достаточно цвет. Свет такой сочный. Если получает это растение много света, то листья становятся более белыми. Это для тех, кто не знал. Если стоит он в тени, то становятся листья зелёными. Выходят абсолютно зелёными. Может полностью потерять свою белую, такую белосалатную пестролистность. Но у меня что-то среднее есть и то, и другое. Но в целом он больше зелёный. Мне, кстати, нравится его такой вид, когда он сильно белый. Растения, соответственно, имеют меньше хлорофилла, хуже себя чувствуют, поэтому в белизну я его не стараюсь выводить. Но вот тут с утра, вы знаете, хорошее, прям яркое солнце. Дальше пойдём. Я в последнее время стал большим любителем аглоанем. Это вот такая аглоанема Грейхауэра. У меня здесь растёт. Она слегка вот так волнит свои листики. Кажется, будто бы ей не хватает влаги, но это не так. На самом деле это растение я всегда поливаю аккуратно. То есть всегда грунт слегка увлажнённый. Провожу просушку перед поливами, но грунт полностью не присыхает. И в данный момент я её полил несколько дней назад. И, как вы можете видеть, всё равно эта волнистость остаётся. Белые у неё черешки. Вы можете видеть светлые листья с таким рисунком. Достаточно тонкий лист. Не широкий. А ещё от этого, мне кажется, она так волнится. Я заметил, что листья с более тонкими листьями у аглоанем более склонны к какому-то скручиванию. Следующая аглоанема. Это аглоанема. Я её, по крайней мере, покупал под названием Arctic Lime. Возможно, вы её знаете по другим именям. Тоже очень красивая аглоанема. Имеет некоторые листья практически белые. Относительно новое у меня растение. Но вот последние пара листиков, они уже выросли у меня. Я её показывал в обзоре по моим новинкам. По новинкам аглоанем. Очень они мне нравятся. В последнее время влюбился в эти растения аглоанемы. Завожу их по возможности. Крайне редко они встречаются. Что меня тоже радует. Что каждая покупка это как какой-то праздник. И мне кажется, так её больше ценишь. У нас нельзя, где я живу, поехать просто в какой-то магазин или на рынок цветочный и накупить десяток аглоанем. Такого просто не существует. Их просто не продают. Так, следующее растение. Это вот такая монстера сельтипикана. Данная монстера тоже мне очень нравится. Она растёт на такой опоре, сделанной из мха. Мох с фагнум. Я её периодически опрыскиваю. Красивые листья. Должны с возрастом становиться крупнее. То есть, это в целом не сильно мелкая монстера, но, по крайней мере, пока она молода, так сказать, и неопытна. Молода, неопытная и наивна. Листья у неё растут небольшие. Но вы можете видеть, она постепенно уже обрастает эту опорку. Возможно, мне скоро её придётся менять. Молодые листики выходят более зелёными. Как вы можете видеть, да? Вот такие, смотрите, новые листики, я вам покажу. Он практически зелёный. Постепенно начинает проявляться рисунок. И свой раз там листья становятся такие зелёно-серебристые. Очень красивое растение, на мой взгляд. Очень приятная и некапризная. То есть, абсолютно такая некапризная, но при этом очень красивая монстера. Следующая Аглаонема – это Сильвер Бэй. Вот такая Аглаонема. Очень много у неё серебряного этого цвета. За это она так называется, Сильвер. Да, серебристая. Смотрите, какая. Бэй, по-моему, это бухта. Бухта-залив. Серебряный залив. Серебряная бухта. Вот такая вот бухта. Я её привозил в своё время из Барселоны в чемодане, в ручной кладе, так как у нас их не найти, а тут. Хотя я знаю, что для многих это простые растения, но для меня это, вы знаете, просто какой-то подарок судьбы найти. Аглаонему сейчас. Вот такая красавица. Это Аглаонема Сильвер Бэй. Следующая Аглаонема – это Аглаонема зебра. На удивление, я смог её купить у нас на острове. Очень крупный и пышный куст. На мой взгляд, тоже прекрасный сорт. С тонкими листьями, со светлыми черешками, с красивыми полосками. Слегка кончики листьев тоже загинаются. Очень много растений. И она уже у меня живёт не один месяц. И надавала тоже очень много. Вы можете видеть там потомство. То есть полный горшок, при желании его даже можно рассаживать. Там 2-3 крупных растения и, наверное, ещё штук 5-6 маленьких. Вот такая Аглаонема. Тоже красавица, на мой взгляд. Следующая – это Аглаонема Черри Стар. Которую я, наверное, всё-таки обрежу ей этот цветок. Потому что я жду, что какая-нибудь ещё зацветёт. Но почему-то не хотят свести. Я хотел их переопылить между собой. Так сказать, произвести как-то перекрёстное опыление. Чтобы вывести новый сорт, такой я ботаник. А Черри Стар пришла ко мне в посылки. Посылки тоже из Барселоны. Тоже красивое очень растение. С очень интересными ярко-ярко-розовыми листьями. А новые листья, видите, выходят такие более светлыми. Светло-розовые, даже практически белые в нижней части. Но постепенно набирают цвет. Были у неё механические повреждения по приходу. Но ничего, красавица стоит, растёт. Следующее растение. Это вот такая Аглаанема. White Joy. Тоже, на мой взгляд, очень красивый сорт. Практически нет хлорофила. Но при этом она растёт. При этом она выдаёт уже, по-моему, второй или третий. Нет, второй, наверное. Да, вот этот один последний был. Раскрылся. И вот я вижу, растёт новый лист. Очень красивое, приятное растение. Тоже пока она, к сожалению, у меня в один стволик. Я слегка нагнусь. Видите, она в один стволик. Так же, как и Cherry Star. Да, но ничего. Постепенно, я думаю, обрастёт. Хотя нет, вы знаете. А, нет, это листья. Я хотел сказать, это детки. Нет, нет, это не детки. Это просто листья. Я же помню, что она была в один стволик. Следующая. Асансевьей. Асансевири. Аглоанема – это Snow White, либо White Kiwi, ещё её называют. У неё ещё какие-то есть названия, но вот я знаю её как Snow White, типа Белоснежка, либо White Kiwi. Красивейшее растение, которое я купил через сайт Etsy. Почему я рассказываю этот момент? Потому что, это интересный момент, потому что у меня теперь две таких Аглоанемы. Она шла две недели. Две недели шла эта Аглоанема. Я спросил у отправительницы код, по которому я мог проверить, где находится растение. Она сказала, что он отправила без кода. Извинилась и сказала, что, скорее всего, растение потерялось и что вышлет ещё одно мне. В итоге это растение пришло через несколько дней после разговора с отправительницей. Я ей сказал, что она может отменить посылку. Другого растения сказала, мне легче её тебе просто подарить. И я получил ещё вот такую, ещё одну White Kiwi себе в подарок. Потрясающее растение. Очень похоже на диффенбахию. По-моему, называется Везувий или Цунами как-то. В общем, есть диффенбахия, очень на неё похоже. Но это Аглоанем. Тоже несколько деток. Как вы можете видеть, грунт у них. Про грунт я часто рассказываю. Там у меня перлит, грунт для декоративно-листинных растений, кора, немного угля. Всё это перемешивая. Грунт получается очень лёгкий. Достаточно много коры я добавляю для орхидеи, которая идёт. И грунт получается очень лёгкий. Вот, в принципе, все ароидные, которые вы можете здесь видеть, они все посажены в такой грунт. Примерно одинаковый. Это грунт для декоративно-листинных растений. Перлит помогает разрыхлять, также впитывает лишнюю влагу. Кора подкисляет слегка грунт, так как ароидные любят подкисленный грунт, почву. И ещё уголь, он, в принципе, помогает немного дезинфицировать грунт. То есть, каких-то возможных патогенов может нам помочь сдерживать, либо убивать. Следующая – это вот такая маленькая аглоанема в две розетки. По-моему, она называется Pink Spot. Ну, вот таких, вы знаете, розовых с крапинку аглоанем. Очень и очень много. И на самом деле довольно сложно их определить название. Лично мне, по крайней мере. Вот такая аглоанема Pink Spot. Две розеточки. Следующее растение – это Epipremium Moonlight. Кто видел, я его показывал в моих новинках. Мне его отдала в один черенок моя приятельница здесь, на острове. В один черенок, это была такая тоненькая веточка. Я её порезал на четыре части, начеренковал, так сказать. Верхушка, и получилось ещё три черенка. Я их прорастил в воде. И я надеюсь, со временем это растение начнёт видеть. Там точки роста, где кое-где уже появляются. Там один листик внизу есть. Пока это выглядит не очень, абсолютно неэстетично. Но лучше, чем один черенок, лучше иметь сразу четыре. Постепенно вот эти старые листья, которыми он пришёл, отвалятся. И новые листики, я думаю, будут выглядеть хорошо. Поэтому я его держу вот так. Следующее растение – это Monstera alba. Вот такая Monstera alba, кстати, которая распустила новый лист. Увы и ах, на нём нет таких маленьких прорезей. Вы видите, да, вот эти листья, с которыми я её покупал. У них были прорези. Потом она дала мне один лист за год, вот этот. Это был её новый лист. Вот этот, да, вы видите, тоже без прорезей. И вот сейчас она выдала новый лист. Он ещё совершенно такой, знаете, как цвета салатика. Да, но прорезей опять нет. Ну, по крайней мере, он явно будет крупнее предыдущего. Но, если он уже такой формы, вы знаете, у Monstera листья, когда они выходят, они значительно меньше, чем они будут в итоге. Да, то есть постепенно он, когда выходил, он был ещё меньше, чем сейчас. Постепенно он начинает разрастаться. То есть он будет крупный. Но не знаю, очень стоит он близко к окну. Смотрите, вот восточное окно. Несмотря на тонкую вот эту сетку, антимоскитную, да, которая не помогает от рипса. Солнце очень ярко, сверху. Пожалуй, это одно из самых ярких мест в квартире, где попадает яркое прямое солнце с утра. Но пока вот, пока так. Тоже красивая Monstera. Гот она у меня. Вы знаете, с неё началось моё возвращение к аэроидным. Она послужила тому, что появились все эти аглоанемы, филадендроны и всё прочее. Это Monstera Alba. На кокосовой опоре. Она у меня на столбе очень активно, вы можете видеть, растит воздушные корни. Меня иногда спрашивают, что с ними делать. Я их не обрезаю. Мне они, вы знаете, не мешают. Если, конечно, миллион корней, то можно подрезать. Но желательно их помещать в грунт, как делаю я. Часть корней я заглубил в грунт, да. Также можно им там, например, в какие-нибудь сосуды с водой. Я видел, что ставят тоже их для дополнительного питания. Но это, наверное, уже перебор. Желательно, конечно, помещать в грунт их. Можно даже там по кругу складывать, да, в горшок. Ну, вот и часть корней у меня просто вот так эстетично, просто элегантно свисает, да, по горшку. Следующее растение. Не так давно он у меня появился. Это Philodendron Painted Lady. Расписная дама. Привёз я его с моей поездки в Тенерифе. Кстати, тоже его показывал. Пересадил уже его. Очень красивый Philodendron, на мой взгляд. И, вы знаете, какой-то... Сейчас я так аккуратно отодвинул. Нереальный цвет. Я на него смотрю, и мне он кажется просто потрясающе. Посмотрите, какой цвет. Я всем его рекомендую. И многие зрители писали, что это чуть ли не единственный Philodendron, который он держит, потому что он абсолютно не капризен. Очень лёгок в уходе. И очень красив. Это растение, которое будет расти в виде лианы. То есть, ему нужна будет опора. Он не кустовой. Тут просто много черенков сразу посажено. Штук шесть, наверное, да. Поэтому он кажется таким кустиком. Но это будет лиана. Ну, расти будет так же, как от монстера Альба. Моя вот она, красотка, стоит на опоре из кокоса. Такой вот красавец. Следующее растение. Это вот такая небольшая монстера Ауреа. Варигатная. Тоже вы могли её видеть по ссылке в одной из полученных мной. Она пришла мне в один черенок. Нижние листья были умирающие. Она шла очень долго тоже. Я сразу не стал, долго думая, в этот же день её начеренковал. Получилось у меня три череночка. Вот это, грубо говоря, макушка, нижняя часть и ещё промежуточный черенок. Прорастил. Вы знаете, очень быстро она дала корни. Просто очень быстро. Очень. И я их уже посадил. И вы видите, вот тут уже пошёл рост. Пошёл рост. Все три точки, да, растения имеют рост. Ну, это как бы верхушечка, как сами можете видеть, да, красивая какая она живёт. И вот тут тоже можете видеть, да, вот он. Где мой палец? Вот там рост, вот тут рост. И будет верхушка. Тоже лучше сразу иметь три растения в горшке, чем одно. Тоже так будет красиво и красивее, и пышнее. Следующее растение это, как нагрелся телефон, ужас, аж в руке горячо. Это вот такая мастера тоже, аурея, индонезийский мрамор, как-то так она называлась. Ну, опять-таки, у нас могут называть по-разному, отличаться от ваших. Кстати, если какие-то названия отличаются, мне будет интересно узнать, как называется у вас. Тоже она пришла ко мне в стаканчике с пхом, я её не стал пересаживать, я её посадил. Давайте покажу. Поставил просто такой вот кроличек. Здравствуйте, такой кроличек у меня. Она в нём живёт, да, и тоже уже пошла в рост. Смотрите, первый листик домашний, крошечный ещё пока, так как это был срез промежуточный. Вот, уже пошёл, и я вижу, что у неё уже второй начинает пробиваться. Чувствую, она будет расти довольно быстро, эта монстерка. Какой красивый цвет, да, вот так её видно. Очень приятный такой и крупный лист. Я видел материнское растение, очень красивое. Так что, я надеюсь, это моя монстера. Будет тоже, оп, аккуратно радовать меня. Постепенно, конечно, вы можете, давайте отвлекусь на секунду, увидите большое количество растений, многие из них, ну, а главным, они так и будут расти, я думаю, ненамного больше. Больше, но не супер, их можно рассадить всегда. Ну, вот эти филадендроны, монстеры, мне, конечно, надо будет чуть расширять пространство. Я даже думал убрать в будущем вот этот комод, да, отсюда. Купить таких пару столов в Икее. И ещё внизу на нижнем ярости тоже разместить стёкла, чтобы все растения помещались. Перестал, вы знаете, покупать в последнее время растения. Прям держу себя за уши, да, не езжу в садовые центры, потому что понимаю, что если я поеду, я обязательно что-то да найду себе интересное. Поэтому я просто не езжу. Так я себя сдерживаю от покупки новых растений, так как я хочу ухаживать за теми, что у меня уже есть. Мне кажется, это более ответственный подход, чем постоянно покупать-покупать. Хотя я этим занимаюсь, я этим очень грешу, так сказать. Но вот решил я немного по-другому сейчас подходить к растениям. Заниматься, в первую очередь, уходом и следить за их ростом. Это следующий Philodendron Ring of Fire. Я его покупал в одном экземпляре, это один горшок. И в нем было 5, даже чуть больше, чем 5 растений. Ну, 5 было крупных и парочка таких маленьких, которые я не отделял. Я его разделил, потому что я видел, что им все-таки лучше расти. Ну, на фотографиях крупные растения я видел, что им лучше расти в одиночку. И получилось 5 у меня растений. И вы знаете, пара из них, вот это, кстати говоря, один из них. Давайте мы на нем сфокусируемся. У него была гнилая точка роста, так как растение было абсолютно залито. Просто безбожно, мокрое-мокрое. Как, вы знаете, смотрите, вот корни хорошие. Вы можете видеть, да, грунт, как он выглядит в целом. Так, орешочки. Очень была залита и была загнившая точка роста. И я не знал, что он будет делать в плане этот Philodendron, да, как он справится с этой проблемой. И вы знаете, он эту гнилую точку в итоге прям, можно сказать, выплюнул, да, из вот этих листочков. Он ее вытолкал и пошел живой лист. То есть, точка роста, несмотря на то, что она была гнилая, погибшая, это вдруг, я говорю, если кто-то купит и будет загнившая точка роста, не переживайте, растение само справится с этой проблемой. И вот уже пошли новые листики выдаваться, да. И я смотрю, уже там какой-то тоже лезет. И вот у него еще есть малыш, тоже детка, да, рядом с ним. Вот такой вот красивый, очень Philodendron Ring of Fire. Их было два таких. Вы знаете, загнившая точка роста из пяти. И вот и второй также, аккуратно поставлю, и второй, по-моему, это был вот этот, тоже выдал хорошую точку рост. То есть, все растут. В будущем, конечно, мне с болью в душе придется с несколькими из них расстаться. Куда мне столько Philodendronов? Хотя, кто знает, может быть, я просто их в разных комнатах поставлю, потому что один из моих самых любимых сортов у Philodendronа это Ring of Fire. Мне кажется, он прекрасен. Вот пока их пять, стоят они все на одном поддоне, в таких пластиковых стаканах. Следующее растение, это вот такой Philodendron Florida Ghost. Флоридский призрак. Покупаю его в три листочка. Новый лист вышел вот такой. Я грешу на то, что он, скорее всего, когда этот лист зарождался, в растении практически не было света. Не фокусируется, фокусируется на вазонах вместо растения. Мало ему было света очень, растению, я думаю. И поэтому этот листик, да, и когда я его покупал в садовом, он тоже стоял на нижней полке. Возможно, он поэтому стал таким зелененьким. Да, по идее он должен выглядеть так. Сейчас он стоит на ярком месте, я надеюсь, у него уже вот следующий лист зарождается. Побежал, смотрите, этот комарик, как этот, земляной, которых практически у меня нет, о которых я рассказывал, как избавиться. Но вот есть иногда, встречаются эти комарики. Смотрите, какой бежит, бежит, тык-тык-тык, убегает. Благо, у меня вот хищники стоят, они его быстро сделают ему, харакири. Так вот, такой филодендрон тоже постепенно растет на мини-опорке. Пока уже 4 листа, буду ждать пополнения листьев. Я надеюсь, что этот листик, он все-таки получился такой дефективный по цвету, из-за, в первую очередь, недостатка света, которое было у растения. Так, здесь у меня стоят два хищника, да, вот такие два хищника. Что-то у меня вылетело название с головы, я вам сейчас их назову. Кто это? Это драссера, точно, драссеры, две разные разновидности. Хищники, которые питаются как раз-таки этими комариками, вы можете видеть, они на них прилипают местами, да. Вот черные точки, это эти комарики земляные. Очень удобно, знаете, такой натуральный момент, сдерживающий этого неприятного летающего жучка. Так, они стоят всегда у меня в плошках с водой, всегда должна быть у них вода. Вода дистиллированная, вода отстойная из-под крана им не подходит. Это основная причина гибели этих растений. Почему у многих хищники погибают? Из-за неправильной воды. Чуть-чуть жесткая вода, и они начинают погибать. Я покупаю просто дистиллированную воду, ее хватает надолго. Хотя они любят попить. Кстати, утретверить тоже собирается опять зацветать. Кстати, даже на цветоносах у него прилипают эти мошки. Как вы можете видеть, черные точки, это мошки прилипают. И вот этот тоже. Он чуть-чуть, какие-то листики у него желтеют. Я его периодически подрезаю, когда лишнее что-то отпадает. Кстати, когда он поймает кого-то покрупнее. Давайте мы с вами посмотрим, может мы увидим, как этот Николай Дроздов. Давайте, друзья, посмотрим с вами на этого хищника. Вот здесь, да. А, вот видите, какого-то он поймал комара. Видите комара? Да, вот они, крылышки. И листики тогда складываются. Не просто к ним прилипают, вот здесь как черные мошки. Когда кто-то крупный, они начинают складываться. То есть, поедать. То он такого-то комара поймал и начинает его есть. Вот так. Да, друзья, они стоят здесь двое. Следующее растение. Боже мой, столько растений уже 24 минуты. Еще даже половину только прошел, наверное, чуть больше. Следующее растение это вот такой филодендрон крокодил. Золотой крокодил. И называется. Либо золотая пила, еще golden soul. Я его покупал как golden soul, золотая пила. Мне он достался в подарок, на самом деле, при заказе двух монстер, которые я вам показал до этого. Которые аурея, да. Листья у него были вот такие все, абсолютно ужасные. Сейчас сказать, что ж такое, не концентрируется. Некрасивые листья были, но молодые листья, новые. Пошли, наконец-то, вот смотрите, это тоже нормальный уже. Вышел так. Лучше, наверное, не буду их убрать в руки. Вы знаете, когда они просто вот так стоят, концентрируется лучше изображение. В общем, вот такой. Пока особо охвастаться нечем. Но растет. Тоже грунт, это в котором он пришел. По-моему, это, как он называется? Ай, не лечу запон. По-моему, это лечу запон. Но я не уверен. В общем, вот такой golden soul, золотая пила, либо золотой крокодил тоже в будущем должен быть очень красивый филодендрон. Тоже точка роста, там новая. Чувствует себя нормально, абсолютно нормально. Так, дальше. Оп, я вам покажу сейчас это все. Следующее растение, это у меня philodendron prince of orange. Оранжевый принц. Тоже очень красивое растение. Посмотрите, вот новые листья. С этим он ко мне пришел. Листом. Они становятся постепенно зелеными. Черешки становятся бордовыми. Но молодые листья, они, конечно, стоят ради того, чтобы его иметь. И к тому же постепенно, да, цвет начинает меняться. Поэтому разные абсолютно оттенки у листьев. Посмотрите, какой вот молодой лист, что он выдал. Абсолютно оранжевый. И вот там у него еще, я вижу, растет еще один лист. Тут еще один лист растет. Очень красивое растение, на мой взгляд. Philodendron prince of orange должен быть крупным. Но ничего, что-нибудь придумаем, куда мне его ставить. Раньше у меня было два philodendron imperial green. Один из них я продал. И остался у меня только один на работе. Потому что они очень крупные. Я думаю, зачем мне два. Ну вот, prince of orange будет на место imperial green здесь стоять. Следующая аглаанема, это... Я ее, знаете, под одним названием знал. Пидадари. Но мне также написали в комментариях, что это аглаанема не бидадари, а престиж. Но честно сказать, я посмотрел аглаанему престиж, и листья мне ее показались более узкими, чем у этой. Эта бидадари пришла ко мне в форме буквы G. Она была абсолютно кривая. То есть, вся ее верхушка, все листья были в одном направлении, а ствол рос в другом направлении. Но я ее поставил листвой против солнца, и она начала выравниваться. Сейчас она уже выдала пару листьев. Вот этот и вот этот. Тоже здесь хорошее яркое освещение ей. Это аглаанеме бидадари. Так, она у меня стоит здесь. Здесь у меня еще верхушка от аглаанемы сани, которой не так давно я срезал голову, потому что она что-то не очень себя вела хорошо. Я решил ей отрезать верхушку, проращивать ее в воде. Тут еще у меня стоят черенки филодендрона кобры, тоже проращиваются в воде. Посмотрим, что из них будет. Я ее хочу подсадить к основному моему филодендрона кобра. И эту тоже посажу потом к аглаанеме, которую я вам дальше покажу. Так, тут просто колбочки стоят для декора, куда без него. Так, филодендрона кобра на опоре из мха. Кстати говоря, была одна опора, я ее переделал. Поставил опору с автополивом. Вот тут у нее такая веревка, которая синтетическая. Там заливается внутрь вода. И эта вода начинает напитывать веревку. И веревка, напитанная водой, начинает напитывать мох. Соответственно, его не нужно ни орошать, ни опылять. Влага никакой не обрабатывала дополнительно. Он просто влажный сам по себе. И вот кобра растет здесь. Тоже симпатичный филодендрон. Был очень дешевый, когда я его покупал. Все вот эти манипуляции с опорами, с мхом, вы знаете, увеличили его в цену. Я даже не знаю, сколько можно было. Наверное, можно было десяток таких кобр купить, если не брать все вот эти ингредиенты для этой опоры, сетки, трубы и все прочее. Пистолет этот силиконовый для того, чтобы все это сделать. Но я все равно ему рад. Очень красивое растение. Я его пытался держать в ампеле. В ампеле он начал вытягивать очень такие тонкие побеги. Вот видите, здесь обрезаны фрагменты. Просто уже голос. Я уже теряю голос. Выходили просто вот такие ветки тонкие с маленьким листочком деформированным. Сейчас, растя на опоре, я надеюсь, все-таки листья. Вот уже пошла новая листья. Вот тут пошел, вот тут пошел листик. Я надеюсь, это будет все красиво и адекватно. И так как он достаточно высокий, этот столб, я думаю, расти очень много объектов разных в кадре и изображение размывается. В общем, так выглядит кобра. Так, давайте посмотрим нижний ярус и дальше пойдем. Следующее растение это Агланема Мария. Тоже пришла она ко мне в посылке из Барселоны с детками. Красивая Агланема, самая простая. Чуть-чуть ей меньше света достается, чем другим растениям. Но ничего, насколько я знаю, она может вообще чуть ли не в совершенной тени стоять. И чувствовать себя при этом прекрасно. Вот тоже у нее этот грунт хороший. Две деточки. Пошли новые листья. Говорят, что растет она очень быстро, пышно, резво и все прочее. Поэтому живет она здесь. Следующая Агланема это Мария Кристина. Если я не ошибаюсь, это Мария, а это Мария Кристина. Вот такая Агланема. Она к мне попала не так давно от одного моего знакомого, который живет здесь. Он мне ее продал за символическую сумму. Такой череночек. В один череночек, тоненький. Но ничего, вот уже пошел первый лист. Тоже Агланема. Обычнейшие самые сорта. Но мне они очень радуют. Все сорта Агланем, которые я могу получить сейчас, они меня очень почему-то радуют. Следующая Агланема. Это вот такая Агланема. Агланема. Как же она называется? Папайя или Паттайя. Паттайя Блю. А, Паттайя Бьюти она называется. Данная Агланема Паттайя Бьюти. Тоже красивое растение. Посмотрите на нее, как она выглядит. Паттайя Бьюти. Тоже, кстати, от этого парня. Это черенок, это растение. Даже можно сказать, уже не прям череночек какой-то. Полноценное растение. Оно покрупнее. Тоже в одну Агланемку без деток пока я получил от этого парня. Симпатичные растения. Следующее растение. Это вот такая Агланема. Я ее привез из Барселоны. Называется она Сильвер Бью. Сильвер Блю. Очень она похожа на Паттайя Бьюти, если посмотреть. Но в то же время и не похожа. Да, вот какая разница. Смотрите. Давайте на оба посмотрим растения. Здесь имеется вот такая лаймовая прожилка. Серебро более обширно. То есть, совершенно тонкая кайма зеленая. Тут больше зелени. В целом и у этой зеленые черешки, а у этой светлые черешки. Такие салатненькие. Салатовые, практически белые. Вот такая Сильвер Блю. Красивая Агланема. Да, вот эта Агланемка, которая досталась мне бесплатно абсолютно, друзья. Смотрите, тоже потрясающе абсолютно. Она даже выглядит лучше между нами тогда, чтобы та не слышала. Она выглядит даже краше, чем вон та, которую я купил. Эту я купил, а эту мне отдали. Она ко мне пришла, тоже шла бог знает сколько. Я про нее забыл. Потом я еще не мог сходить ее получить, потому что извещение мне не приносили. В итоге я пошел без извещения и мне ее отдали. Она просто лежала без извещений. У нас почта тоже очень веселая. Мне кажется, почта она веселая во всем мире. Тоже вот этот White Kiwi, да, либо Snow White. Посмотрите, какие красивые листья. Они выходят салатные. Вот такие, да, салатные, зелененькие. Потом начинают постепенно окрашиваться в белый. С кончика листа. Вы видите, как меняется цвет. И абсолютно нижние листья, они уже практически полностью белые. Вот этот вообще белый. Смотрите, видите, старые листья, они становятся белыми. Да, вот этот тоже уже белый. Этот в процессе. В общем, красота нереальная. Один из самых, мне кажется, красивых сортов Аглаанемы. И тоже она здесь у меня растет. Так, следующее растение. Это, опять-таки, Аглаанема сани. Верхушку головы, которую я вам показывал раньше. Это две детки. Вот сама мать, да. Которая, я вижу, уже начала потихонечку пробуждать новые точки. Может быть, она пробудит одну, может быть, пробудит две новые точки роста. Но что-то должна пробудить. И вот две детки у нее. Прекрасные, симпатичные. То есть, она визуально, несмотря на то, что я срела ей голову, выглядит очень даже хорошо. Да. Красавец. Но голову я потом, верхушку подсажу к ней. Ну, там где-нибудь воткну. И будет еще более пышный куст. Следующее растение. Неороидное. Да. Это папоротник. Плебодиум. Вы знаете, я покупал несколько месяцев назад. И совершенно случайно посмотрел фотографии. И смотрю, думаю, что это за папоротник такой маленький у меня был. А это он. Это просто ведро. Он растет со скоростью света. Абсолютно не капризен. Абсолютно прекрасен. Посмотрите на него. Какой у него размер. Он просто огромен уже. И прошло всего-то, не знаю, месяца 3-4, наверное, с его покупки. Постоянно выпускает новые ваи. Новые вот эти листочки. Они выходят такие маленькие. Постепенно начнут разрастаться. Получаются вот такие красивые листья. Абсолютно потрясающие. Очень мне нравится этот папоротник. Знаете, я его буду держать до последнего. Пусть он становится абсолютно нереально большим. Мне он очень нравится. Плебодиум. Очень красивое растение. Смотрите, какая роскошь. Такие листья. Листья как будто, вы знаете, такие, нефтяной налет на них какой-то. Знаете, такой маслянистый. Хотя никогда я ничем их не обрабатывал, ничего им не делал. Просто очень и очень красивое. Очень красивое растение. Так, общий вид. Здесь, вы видите, я установил такое стекло. В одном из магазинов на какой-то распродаже увидел вот такие напольные лампы. Подсвечники, точнее напольные. К ним шли еще такие стеклянные колбы, которые оставлялись вот здесь. Такие стеклянные колбы. Но я их убрал. И мне ни к чему. Чтобы ставить свечи. И я использовал их для того, чтобы сделать вот такую подставку. И так как этот стол стеклянный, то растения получают очень много света. Это стекло, оно им не загораживает свет. Так это все выглядит. Это я вам уже все показал. Вот здесь, да? Эту зону. Осталась нам последняя зона. Совершенно небольшая. 15, даже меньше 15% батареи, зарядки. Ладно. Так, все. Продолжаем. Вот, вот он, кого опять ел трипс. Сегодня я его опять обрабатывал. Четвертый раз за лето. Друзья, это уже издевательство. Я очень люблю этот филодендром бразильский. Я снова его обрабатывал. Вот если появляется трипс, он на нем. Благо, он только напал вот на этот лист. Вот он, этот лист. Видите? Трипс. Подонок. Надеюсь, дети не смотрят сейчас это видео, да? Потому что это настоящий подлец, который вмиг все сжирает. Если у вас появился какой-то там, я не знаю, паутинный клещ, червец. Это не так быстро все портится. Трипс. Буквально один трипс, два трипса. Они вот так могут сожрать все листья через несколько дней на вашем растении. Благо, он был только... Я увидел трипса только на этом. Я все его обработал. Проверил абсолютно все стоящие рядом растения. Все чистые. Аглоанемы, в принципе, вообще он не трогает трипс. Филодендроны любит поесть. И пипрелнами тоже особо не ест. Но вот бразильский, кстати, он не раньше рос как ампель. Я его перевел на опору. Четвертый раз. Он мне его сильно, очень сильно попортил. Филодендроны, мне его очень жаль. Четыре раза нападение за лето. Я уже надеялся, что его не тронет. Но опять ему сегодня досталось. Но благо, я нашел быстро вредителя. Так растет он у меня на этой лестнице, которую я все время изготавливал. Есть видео на канале, как я их делал. Тоже достаточно высокое. Постепенно, когда он дорастет до предела, я его буду подрезать. Просто подсаживать. Так как он неплохо, вы знаете, от этого трипса оголился. Нижняя часть его. Ну, красивое растение. Я его люблю все равно. Поэтому буду с ним бороться с врагом, с вредителем. Как я уже сказал, окна открывать не могу. Не открывать. Так как у нас очень высокая влажность в воздухе. Воздуха здесь все начинает просто плесневеть. Особенно летом. Сейчас жарко, влажно. Еще иногда моросит что-то. Какой-то такой микродождик. Просто печали мои. Печали. Но это отдельное видео про мои печали. Можно расснять. Монстера от Тайское созвездие. Вот такой домашний лист. Красивый. Достаточно крупный. Это листья, с которыми она пришла. И я вижу, что она уже хочет... Там еще есть пара листьев. Вот тут у нее есть пара листиков еще. И я вижу, что вот этот лист, он хочет уже начинать зарождать новый лист. Так что я буду ждать. Тайскому созвездию не нужно так много света, как в Монстере Альба. У Альба менее стабильная вариегатность. Монстеру, которую я вам показывал дальше. Ей нужно много солнца. Тайскому созвездию вот здесь. Солнце не прямое, но достаточно тоже интенсивное. Это при том, что сейчас у нас все затянуто тучами. Друзья, то есть я сейчас снимаю. Покажу в окошко еще раз. То есть небо, как вы можете видеть, серое. То есть затянуто тучами. Вот так. Если солнечный день хороший, тут вообще очень светло. Но при этом, как вы можете видеть, все равно не темно. Так что здесь стоит мое тайское созвездие. Тоже красивая Монстера. В свое время я ее привозил из Севильи. Из моей поездки в Севилью. Там у одного парня я ее покупал. Такое красивое тоже растение. Все-таки крупные уже листья. По идее она вообще должна расти. Очень большие листья растить. Посмотрим на нее. Следующий. Это вот такой филодендрон. Я вам его, кстати, подпишу название. По-моему, называется филодендрон Купри. Но я вам его подпишу. Тоже вот такое растение. Вы знаете, чем-то он похож на спатифилиум. Обычный зелененький. За это мне не понравился. Не хотел спатифилиум зеленый. Думаю, опять будет портить себе кончики. А у филодендрона кончики не сохнут. Тоже прекрасно. Прекрасно такое. Достаточно простое. Яркое, глянцевое. Листва у них. У этого филодендрона. Листики такие. Тоже относительно он недавно у меня. Но, вы знаете, растет быстро. Я уже это заметил. Я думаю, кстати, в будущем, так как у меня здесь тоже место есть, можно вот такую же стойку организовать и здесь. Когда филодендроны начнут разрастаться, то есть здесь раз, два, три более крупных уже, ну из тех, что у меня имеются, вот этих, да, например, малышей, их можно будет поставить сюда. И при желании, вон там в углу можно поставить какую-нибудь лампу и делать какую-то подсветку. Если что. Но пока она мне не нужна. И последнее мы добьем растение. Это филодендрон silver sword. Такой британский-английский silver sword. Это серебряный меч. Как вы можете видеть, листья у него действительно похожи на меч. Я давно мечтал о таком растении. Вы знаете, много лет, кстати, можно сказать, я хотел это завести растение. И я его встретил и завел. При том, что он был в отвратительном состоянии, когда я его купил. Он был абсолютно залит. Этот листик уже новый, кстати, какой симпатяга. Абсолютно залитое растение. В очень плохом состоянии. Корневая практически сгнившая. Мне пришлось ее полностью очищать от грунта. Очень много корней было сломано, сгнивших, да, вот этого всего. Достаточно долго он болел. До сих пор тут несколько посажено растений. Даже до сих пор некоторые до конца не раскручиваются листья. Он был вообще весь вот такой после посадки. Но постепенно, постепенно он начал уже приходить в себя. Отсушил несколько нижних листьев. Даже не отсушил, а отжелтил. Вы знаете, они так желтели просто у него. Тоже будет расти по опоре. Тоже, я считаю, красавчик. Красивый очень филодендрон. Тоже много новых точек роста. Много листиков. Тоже проверял его на всякий случай сегодня на трипса. Он чист. Да, я вообще хочу сделать видео, как я слежу за коллекцией. У меня примерно 300 растений. Может 295. Вот так, да. Как я за ними слежу, чтобы они все маломальски хорошо выглядят. Конечно, есть к чему еще стремиться. Нет предела совершенству. Но опять-таки, надо понимать, что совершенство это тоже понятие относительное. И в некрасивых каких-то моментах тоже есть своя красота. Иначе можно кукухой поехать, если прям стремиться все идеально держать. Все-таки это растение. Но опять-таки, можно работать в улучшениях. Здесь композиция моя стоит. Из маков. Сушеных. Да, вот такие я делал в свое время. Но это я показывал в одном из видео, бутылки. И картина еще. Вот, получился, смотрите, на 41 минуту. Такой мега-обзор. Это одной комнаты, друзья. Таких обзоров будет в ближайшее время очень много. По квартире именно. Может быть, не столь интересных, как этот. Будет обзор по сансевериям. Следующая комната, мы пойдем. Там стоит много сансеверий. Разные сорта замиокулькасов. И сингониумы. И еще сансеверий. Да, сделаю две комнаты в одной. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и берегите себя. До новых встреч. Всего вам хорошего. С вами был Николай. Пока-пока.